всем привет продолжаем знакомиться с работами художников луис джон рид американский художник уроженец англии сын художников по керамике трудившегося на фирме в аджурде юные годы учился живописи в париже 1880 уехал из сша где работал художественным директором у нью-йоркского издателя эпплтона с 1891 году луис путешествует по европе посещает выставку в париже grass известного европейского художника плакатиста его работы затронули рида и после личной встречи с grass он решил заняться дизайном плаката возвращение в нью-йорк в течение второй половины 1890-х годов он нарисовал около 100 работ основная часть работ художника была выполнена для различных периодических изданиях сан монстар джорнал ну и так далее различные периодические издания работал и для промышленности создавал рекламные образы для сигарет мыла духов и так далее луис оказался практически единственным кто попытался перенести французский арт ну а на американскую территорию и этот опыт оказался весьма и весьма удачным как художник он был признан практически до конца своей жизни так написано в мукипедии в частности в 1795 году у него была персональная выставка нью-йорке международной выставке плаката в бостоне и он стал лауреатом золотой медали в париже была устроена его персональная выставка в салоне ста в творчестве рида хорошо видно влияние grass но сильно американизированная гораздо более яркие цвета наглядность кто-то может сказать упрощенность определенная смелость чередование простых и сложных элементов он также часто использует образы женщин одетых в узорчатые платья весьма сложной компоновки использует в своих работах основные цвета а не пастельные женился на катрин йетис и стал американским гражданин это было в 1884 году луи и кэтрин 40 лет жили в бруклине в 1895 получает золотую медаль за лучший американский дизайн плаката на первой международной выставке плаката в бостоне концу 90-х 1890 годов популярность плаката упала и он обратился книжной иллюстрации иллюстрирует множество детских книг кстати ред был страстным рыбаком на мух и по его собственным словам начал ловить форель в сша где-то между 1888 и 1890 годами его и самая известная и знаменитая работа американские насекомые для ловли форели в 1916 году книга основана на нескольких годах ловли форели на момент публикации это была одна из первых и наиболее полных исследований потоковой энтомологии когда-либо опубликованных в америке смерть луи рида умер от сердечного приступа своем доме 30 июля 26 1926 года вот что было написано около двух недель мистер ред намерился поймать черепаху весом 30 фунтов которая опустошила пруды с форелью его доме после того как черепаха попалась на крючок она более получаса сопротивлялась хотя мистер ред в конце концов добился успеха он очень устал спустя некоторое время у него случился первый приступ сердечной болезни а затем 2 и он умер это было 30 июля 1926 года ну так вкратце о американском художнике луис джон рид все всем пока всем привет до свидания смотрим работы